Бесполезная трата денег и провокация США, за которую придется платить другим, так американские ветераны назвали решение разместить американскую систему противоракетной обороны в Южной Корее. Соглашение было достигнуто в начале месяца, но на эту неделю его поддержал и президент страны Пак Кенхе. Размещение Соединенными Штатами системы ТААТ в Южной Корее это провокационный шаг против КНДР Китая и России, который изменит установившийся после Холодной войны баланс и приведет к эскалации напряженности в регионе. Народу Южной Корее придется заплатить самую большую цену за систему, которая бесполезна с точки зрения его защиты. Ветераны, между тем, напоминают, что система ТААТ не будет эффективной в случае запуска с территории Северной Кореи ракеты по так называемой низкой траектории. Экспертная комиссия Конгресса США установила это еще три года назад, но ветераны подчеркивают, что размещение американской системы ПРО в Южной Корее это еще и попытка окружить ракетами Россию и Китай, что будет способствовать опасной гонке вооружений.